Выбор планеты для будущей жизни очень важен. Недавно ученые сделали сенсационное открытие. На ближайшем спутнике Сатурна, Титане, обнаружены запасы нефти и газа. Этого добра на планете так много, что даже дожди на нем идут из жидкого метана. И, конечно, при удачном стечении обстоятельств, этот Титан мы будем обживать в первую очередь. Но зачем нам Марс? Это хранилище космической пыли. Но если действительно Земля отправит туда своих парней, боюсь, обитательницы этого Титана, если там, конечно, есть жизнь, вряд ли им понравятся. Представьте, как может выглядеть утром молодая Титанечка, если она пьет коктейль исключительно из ацетилена и из жидкого метана. Рогатка невероятных совпадений говорит о том, что у каждого человека во Вселенной существует космический регулятор его судьбы. Можно ли считать далекие планеты матрицей жизни? Ответ на этот вопрос ученые могут дать уже сегодня. Но готовы ли мы отказаться от своих прежних представлений и отделить научные факты от фантазий шарлатанов? Вот так выглядит звезда HD 189733. Она находится в 63 световых годах от Земли в созвездии Лисички. На протяжении нескольких лет за этой звездой внимательно наблюдают астрофизики американского аэрокосмического агентства. А все потому, что звезда HD 189733 – далекий аналог нашего Солнца. На этой звезде тоже случаются корональные выбросы и сильные вспышки. Но самое главное – до недавнего времени у звезды HD 189733 была своя маленькая планета, которая вращалась вокруг нее. У этой планеты было одно важное сходство с Землей. Хоть и тонкая, но атмосфера. Чтобы внимательно изучить далекую копию нашей Земли, американские астрофизики даже хотели построить специальный телескоп. Но в июле 2012 года звезда HD 189733 всего за пару минут фактически убила планету. На звезде произошла мощная вспышка, и огромный сгусток разогретой до невероятной температуры плазмы на гигантской скорости устремился к беззащитной планете. Спустя всего несколько минут он достиг ее атмосферы. Верхние слои буквально в одно мгновение раскалились в тысячи раз. После этого спасти планету уже ничего не могло. С ее поверхности из-за слабой силы притяжения просто сдуло всю атмосферу. Планета превратилась в маленький обугленный шар. Долгое время считалось, что такой сценарий смерти планеты практически невозможен. Но теперь многие астрофизики уверяют, подобное может произойти и с Землей. Если когда-нибудь наше Солнце выбросит сверхмощный поток раскаленной солнечной плазмы, то наша планета тоже всего за пару минут превратится в обугленный шар. Более того, некоторые независимые исследователи считают, подобная катастрофа на нашей планете может случиться совсем скоро, примерно в 2015 году. В доказательство своей гипотезы эти исследователи приводят астрологическую главу самого загадочного документа в истории человечества – манускрипта Войнича. Толкователи древних текстов считают, автор манускрипта был выдающимся астрологом. Еще 600 лет назад он предсказал и недавнюю катастрофу в созвездии Лисички и грядущий апокалипсис на Земле. Своё предсказание средневековый астролог сделал по звездам, составив специальный гороскоп. Но как такое возможно? Действительно ли по движениям звезд и планет можно узнать будущее человечества и планеты Земля? В состоянии ли вообще кто-либо предсказать глобальные космические перемены? Можно ли вообще по звездам хоть что-нибудь предсказать? Хотя бы будущее одного человека? И главное, почему астрология, благодаря которой средневековый звездочет сумел предсказать космические события, в 21 веке считается лженаукой и приравнивается к шарлатанству? Если астрология все-таки миф, то почему миллионы людей продолжают в нее верить? Вилла Мондрагона в пригороде Рима хорошо известна за пределами Италии. Комплекс зданий представляет собой один из красивейших архитектурных ансамблей средневековой Италии. Он построен еще в 16 веке, но сохранился до наших дней. Сейчас внутри находится музей, а на территории виллы нередко выступают симфонические оркестры и собираются научные конференции. Почти никто из посетителей виллы Мондрагона даже не догадывается, что в течение 150 лет эта вилла была штаб-квартирой Ордена Иезуитов. Но самое главное, только избранные знают, что именно здесь американскому антиквару Вилфреду Войничу удалось отыскать самый загадочный манускрипт, когда-либо созданный человечеством. Эта уникальная рукопись получила имя своего первооткрывателя и вошла в историю археологии как манускрипт Войнича. Он настоящая чаша Грааля для любого криптографа, ведь 200-страничная рукопись написана на непонятном языке. До сих пор ни одному шифровальщику в мире не удалось найти к нему ключ. Тут два варианта. С одной стороны, это да, может быть и шифр, а с другой стороны, это может быть просто древний-древний текст, который много раз переписывался. Когда переписывается текст, всегда появляются какие-то ошибки, нарушения. Все может быть. После долгих исследований документа шифровальщики выяснили, несмотря на то, что текст написан неизвестными буквами, не имеет знаков припинания и больше похож на бессвязный набор слов, в нем все-таки есть определенная логика. Он составлен последовательно из различных букв, похожих на гласные и согласные. Эти буквы составляют слова, которые, повторяясь с определенной частотой, складываются в предложения. Но какой смысл несут эти слова, словосочетания и предложения, исследователи не смогли разгадать. Поэтому предположили, текст написан с помощью сложнейшего шифра, никогда раньше не встречавшегося на земле. В средние века инквизиция свирепствовала, и любая литература, клочок бумаги, пергамента, любой рисунок, за него могли люди пойти на костер. Любой текст могли объявить ересью. И тогда, очень, кстати, в средние века, развивалось вот это искусство шифра. Сегодня сотни исследователей предлагают свои варианты содержания загадочного манускрипта. Поскольку текст так и не удалось расшифровать, они пытаются выяснить содержание по многочисленным иллюстрациям на страницах. Например, в манускрипте есть серия рисунков, где изображены сцены купания. Вот женщины в бассейне с зеленой водой. Видно, как от бассейна тянутся какие-то загадочные трубки. А вот другие женщины. Они находятся внутри странных систем сосудов. По мнению некоторых исследователей, так неизвестный автор манускрипта предсказал, что человечество изобретет методы омолаживания организма. Есть и другие иллюстрации, где изображены десятки странных растений, которых не существует в природе. По словам исследователей, вполне возможно, что автор древнего текста такими рисунками пытался предугадать появление растений, выращенных искусственно. И я знаю, что были экспедиции в 70-х годах тоже прошлого века. Что-то родственное находили, схожие какие-то растения, но вот чтобы напрямую в современном мире такого нет. Хотя изучали и в Южной Америке были экспедиции, и в Африке, и на Дальнем Востоке. Вот точно таких растений нет. А вот те самые рисунки, из-за которых некоторые исследователи манускрипта утверждают, что его автор предсказал гибель планеты в созвездии Лисички и похожую катастрофу на планете Земля. Взгляните, на этих иллюстрациях изображена карта звездного неба, удивительно напоминающая созвездие Лисички, где недавно произошла катастрофа. Именно это изображение некоторые астрологи считают предсказанием того, что далекая планета, похожая на Землю, лишилась своей атмосферы. А вот на соседнем рисунке изображены 15 обнаженных женщин в бочонках. В центре рисунка находится баран, астрологический символ Овна. Знаку Овна соответствует месяц апрель. Овен находится в окружении 15 женщин. Над женщинами изображены звезды. У одной звезда на полосатой ленте. Она стоит на 10 часах по циферблату. Некоторые считают, таким образом гениальный ученый отметил какое-то важное событие будущего, которое он увидел среди звезд. Произойти оно должно, если верить рисунку, 10 апреля 2015 года. Возможно, именно в этот день и случится мощнейший всплеск на Солнце, который выжжет планету Земля. С нами тоже подобное может произойти, если здесь пройдет портуберанец. То есть атмосфера, снизив давление до минимального значения, уже не сможет поддерживать настоящую биосферу, и она поэтому погибнет. Однако подобные предположения большинство исследователей манускрипта категорически отвергают. Ученые говорят, что, пытаясь разгадать непонятные иллюстрации манускрипта, невозможно вообще ничего предсказать. Мало того, они утверждают, манускрипт — это подделка. Это бессвязный набор выдуманных кем-то букв. Я думаю, скорее всего, текст — это просто выдумка, чья-то шутка. Это набор каких-то ничего не значащих закорючек. Споры о том, является ли манускрипт Войнича подделкой, закончились совсем недавно, когда ученые провели радиоуглеродный анализ страниц, который показал, что рукопись была написана в 15 веке. Но самое главное, под слоем чернил и краски на одной из страниц ученые обнаружили заретушированное изображение клеток живого организма. Как такое возможно? Чтобы нарисовать строение клетки, надо было увидеть ее в микроскоп. Но ведь в 15 веке его просто не существовало. Микроскоп изобрели лишь два века спустя. Именно поэтому многие исследователи уверены, в тексте манускрипта действительно описывается событие и изобретение будущего. А это значит, что автор рукописи вполне мог предсказать и катастрофу в созвездии Лисички, которая случилась недавно, и грядущую гибель Земли. Возможно, автор посчитал, что его современники не должны узнать о таком будущем и решил спрятать опасные знания, гениально зашифровав свои предсказания. Может быть, кто-то из авторов, из переписчиков побоялся, что слишком страшные тайны, страшные вещи открываются, связанные с будущим человечества. Может быть, это какие-то предсказания. И человек, чтобы не попало неподготовленным людям, решил зашифровать. Но если допустить, что 600 лет назад какой-то выдающийся ученый смог вычислить гибель далекой сестры нашей планеты в созвездии Лисички, возможный печальный конец Земли, а еще и изобретение микроскопа и селекция растений, то возникает вопрос. Как неизвестный автор 15 века все это узнал? Все очень просто, говорят астрологи. Все эти события ученый вычислил по движению звезд и планет. Текст мы не можем проанализировать, но, по крайней мере, уже то, что текст был написан так, что его не могут расшифровать, значит, это грамотные люди, люди, которые имели познание в астрономии, в биологии, в зоологии и так далее. Значит, конечно же, они это понимали, могли вычислить, какие-то земные космические катаклизмы. Если все это действительно так, и по звездам автор загадочного манускрипта в 15 веке смог предсказать события космического масштаба, то можно ли на небосклоне прочесть незначительные события или узнать судьбы конкретных людей? Многие эксперты уверены, такое возможно. Причем, астрологи могут рассчитывать не только на возможные события в жизни конкретного человека, но и дать его точный психологический портрет. Гороскопа это некий знак, как некий паровоз-локомотив, к которому он присоединяет свои вагоны и начинает двигаться в том или ином направлении. Вот это очень важный момент для того, чтобы понять, как человек реагирует на партнеров, сколько у него будет браков, сколько у него будет детей, какая у него будет карьера, какие связи с родителями. По статистике, 78% людей на Земле регулярно интересуются собственным гороскопом. Даже те из нас, кто не верит в астрологию, прекрасно знают, к какому знаку зодиака относятся. Но почему? Ведь современная наука категорически не признает астрологию. Возможно, люди верят в гороскопы потому, что традиция предсказаний по звездам насчитывает несколько тысяч лет. Астрология намного древнее астрономии. Возможно, вера в то, что звезды помогают найти свой путь, сидит в людях уже на подсознательном уровне. Ведь уже в 10 веке до нашей эры первые звездочеты по движениям небесных тел могли предсказывать будущее. Перед вами одно из древнейших изображений зодиакального круга. Это изображение находится в Египте около города Дендера в храме, построенном еще 12 тысяч лет назад. Храм довольно большой, длиной 79 метров предназначался египетской богине Хатхор, богине любви, судьбы и материнства. Однако, помимо традиционных сцен из жизни богов, на потолке нарисованы и астрономические рисунки, изображения уникального зодиака и солнечного диска. Астрологи из разных стран специально приезжают взглянуть на древнейшие изображения зодиакального круга. Среди них есть и астрологи из России. В общем, звезды, звездное небо играло очень важную роль, и это не 10, а гораздо больше, может быть, 50-60 тысяч лет назад. Дальше люди научились примерно в эту же эпоху и использовать звезды для определения сезонных изменений на Земле, дальше природные изменения и просто погоду предсказывать. В древности секретами астрологии владели не только египтяне, но и другие народы. Например, ассирийцы. Астрология предзнаменований у них существовала уже в третьем тысячелетии до нашей эры. Это подтверждает находка, сделанная в 1847 году на территории Ирака. Ученые нашли знаменитую неневийскую дворцовую библиотеку ассирийского царя Ашурбанапала. Один из клинописных текстов этой библиотеки назывался «Энума-Ано-Эн-Лиль» и был целиком посвящен астрологии. В нем была информация о многочисленных наблюдениях затмений звезд и комет. На основе таких наблюдений древние ассирийские звездочеты и строили свои предсказания. Ну, здесь, понимаете, главное же в астрологии это цикличность. И отрицать цикличность просто ну, как-то неразумно, на мой взгляд. Эта цикличность она просто ну, она уже известна. Вот, любая женщина она реагирует на цикл Луны. Отрицать это глупо. Так же, как и на циклы Солнца, допустим, 11-летние циклы Солнца, это тоже известно. Все крупнейшие культуры в разное время и в разных частях планеты занимались астрологическими предсказаниями и греки, и ацтеки, и индейцы майя. Возможно, веру в могущественную силу звезд наших далеких предков можно списать на то, что в глубокой древности люди многого не знали и верили в предрассудки. Может быть, это и так. Но тогда почему в эру технического прогресса миллионы современных образованных людей по-прежнему верят в то же, что их деды и прадеды? Эксперты считают, так происходит потому, что многое в гороскопах все же сбывается. Бывает у человека взлеты какие-то славы. Например, я вот своими учениками разбирал гороскоп известного новозеландского альпиниста Эдмунда Хиллари, который был просто рядовым каким-то пчеловодом где-то на Новой Зеландии. Вдруг совершенно случайно он попадал, ну не случайно, он вместе с Шерпом восходит на самую высокую гору нашей планеты Эверест. И в один момент к нему приходит слава примерно такая же как к Юрию Гагарину. И он получает даже сэра, он становится рыцарем его английской королевы, и сэра. Продолжение следует... К примеру, рожденные в феврале водолеи необычайно любопытны, а те, кто появился всего пару дней спустя, по гороскопу уже рыбы, и они совсем другие. В отличие от водолеев, более скрытны и редко проявляют излишнее любопытство. Астрологи утверждают, так происходит потому, что на каждый знак зодиака влияет своя планета. Ну, вообще влияют все планеты. Другой вопрос, что на Овнов сильнее влияет Марс, на Тельца, соответственно, Венера. Это даже понятно, что если Овен, он... Очень много Овнов идут в милицию, потому что у них обостренность справедливости. По мнению астрологов, все планеты Солнечной системы являются источниками космических энергий. Они оказывают влияние на человека, как хорошее, так и плохое. Каждая планета имеет отличительные особенности, которые накладываются на знак гороскопа человека. Совокупность влияния планет дают то, что называется уникальным астрологическим портретом человека. Например, знаки Огня больше всего подвержены влиянию Марса и Юпитера. Именно они и определяют судьбу Овнов, Стрельцов и Львов. Эти знаки считают настоящими баловнями судьбы. В этом им помогает планета успеха, удачи и щедрости – Юпитер. А вот воинственный Марс дает знаком Огня решительность и энергичность. Вот только проявляется это по-разному. Овны лидируют в бизнесе, Стрельцы становятся душой компании, а Львы чаще всего царствуют в семье. И, конечно, люди, рожденные под знаком Льва, это люди творческие, люди, конечно, у которых огромный запас энергии, и он может сохраняться в течение всей жизни. Знаки Земли, Козерог, Телец и Дева, больше всего испытывают на себе влияние Сатурна и Венеры. Сатурн – символ времени, долга, ответственности, выносливости и упорства. Сатурн считается медленной планетой, ведь его оборот вокруг Солнца составляет 29 лет. Именно поэтому все знаки Земли настолько терпеливы, спокойны и выдержаны. Все Козероги, Тельцы и Девы амбициозны и стремятся сделать карьеру. Они своими силами обычно добиваются высокого положения. Но, несмотря на свою медлительность и педантичность, знаки Земли крайне сексуальны. Эти страстные натуры пользуются бешеным успехом у противоположного пола. И, как ни странно, чаще других знаков Зодиака счастливы в семье и любви. В этом им помогает планета любви и красоты Венера, которая сглаживает влияние Сатурна. Правда, Козероги словут более осторожными в отношениях, а Тельцы и Девы более расчетливы. Вот Дева – это, конечно, знак очень расчетливый. И очень много ученых под этим знаком рождается. И это люди усидчивые, люди, которые, так их можно сказать, службисты, которые, в общем-то, постоянно стремятся... Да, еще очень... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ртуть – самый такой металл, самый подвижный. И они просто-напросто реагируют на все непосредственно, быстро переключают внимание. Планеты Нептун и Плутон больше всего влияют на знаки воды – рака, скорпиона и рыбу. Нептун считается планетой тайн. Даже внешняя планета весьма загадочна. Она окутана слоем метановых облаков, за которой скрыта от остального мира. Орбита Нептуна в нескольких местах пересекается с планетой Плутона. Поэтому на знаки воды очень сильно влияют обе планеты. Знаку рак Нептун дает повышенную чувствительность и впечатлительность. Поэтому рак подвержен внезапным капризам и меланхолии. Скорпиона Нептун также наделяет чувствительностью ко всему мистическому. Но это выливается в то, что скорпионы становятся хорошими медиками. Часто сочетают несовместимые черты. С одной стороны от Нептуна у скорпионов духовная сила, с другой – фатализм. Из всех знаков воды на рыб планета Нептун действует наиболее сильно. Поэтому они гораздо впечатлительнее раков и скорпионов. И порой не в силах наблюдать несовершенство этого мира. Среди рыб часто встречаются мечтатели-альтруисты, которые хотят спасти весь мир, но часто не могут помочь даже себе. Потому что чересчур болезненные и впечатлительные. Знаком воды, как никому, нужно понимание и духовная близость. Это еще и водные знаки, и поэтому они, конечно, очень подвержены воздействию, внешнему воздействию. Особенно люди, рожденные под знаком рыб, им надо быть очень осторожными. Потому что любое внешнее воздействие, и оккультное воздействие может быть, и прочее. Удивительно. Ведь если планеты одинаково влияют на характер представителей своего знака, то почему по-разному у этих людей складывается жизнь? Почему из двух овнов один успешен, а другой, например, еле сводит концы с концами? Почему одни раки, которые так склонны к путешествиям, колесят по миру, а другие становятся домоседами? Или, скажем, львы, которые считаются любвеобильными? Почему часть представителей этого знака имеет множество поклонников, а другие никак не могут устроить свою личную жизнь? Может быть, гороскопы это все-таки выдумка? Профессиональные астрологи уверяют, гороскопы не врут. Ведь судьба представителей одного и того же знака зависит еще от места рождения и от того, в какой день и год был рожден человек, и даже от времени суток. Например, стрелец, рожденный в конце ноября, на стыке с предыдущим знаком скорпион, будет агрессивным и амбициозным, а стрелец, рожденный в начале декабря, будет более веселым, но при этом без больших амбиций. Но даже если стрельцы родились в один день, важно, в какой именно час. Ведь утренние стрельцы – весельчаки, балагуры и всеобщие любимцы, а рожденные в вечернее время – более спокойны, независимы и не очень любят компании. Вот люди говорят, я вот овен, я нетипичный овен, я тихий овен. Вот я когда вижу овена, говорю, если через слово, он говорит слово «я, я, я», говорю, вы типичный овен. А другой овен говорит, я вообще-то молчу. Я говорю, значит, вы овен на границе с рыбой, потому что рыба – это знак молчания. В общем, чтобы учесть все тонкости рождения того или иного человека, астрологи проводят серьезную исследовательскую работу и составляют индивидуальный гороскоп рождения, так называемую натальную карту. У каждого она своя. Каждый человек при рождении получает натальную карту. Она зависит от ряда параметров. Понятно, что число, месяц, год, естественно, точное время рождения, потому что гороскоп от слова «хорос», из «копус» наблюдая час, наблюдая. И в итоге широта, долгота местности. То есть вот эти основные параметры, которые достаточно как мгновенное фото, и человек запечатляет эту карту с ним всю жизнь. Возможно, астрологи правы. И конкретная планета, которая находится за миллионы километров от Земли, может влиять на людей. Но как, например, Венера может влиять на знаки воды? Более чем, например, влиять на знаки Земли. Дело в том, говорят астрологи, что человек является как бы приемным устройством. В момент рождения организм каждого человека программируется на частоту планеты. Какие-то ловят лучше. Планета оказывает большое влияние. Получается, знаки воды лучше всего настроены на частоту Венеры. А знаки Земли больше чувствует Сатурн. Это энергия Земли, энергия сухости и холода. И там управляют такие планеты, как Сатурн, хронократор или Уран. И поэтому эти люди изначально более как бы плотные по своей энергетике. И в этом смысле у них формируется энергетика. Энергетика формирует привычки и характер, а характер формирует судьбу. Подобные рассуждения о влиянии планет на человека долгое время считались антинаучными. Но уже сегодня все больше ученых начинают верить, что во многом астрологи правы. Например, Луна, которую астрологи считают важной для составления прогнозов. Раньше считалось, что она совсем не может влиять на людей. Но сегодня известно, что этот спутник Земли способен вызывать разные отклонения. Луна, спутник Земли и ближайшая соседка. Нас разделяет всего 385 тысяч километров. Поэтому воздействие лунной гравитации ощущает вся наша планета. Луна притягивает воды морей и океанов, образуя приливы и отливы. Нечто подобное испытывают и люди. Ведь каждый из нас состоит на 80% из воды. Лунный цикл влияет на все процессы в организме человека. И прежде всего на распределение крови в тканях и органах. Клетки тела, они тоже чувствуют вот эту вот цикличность Луны. И поэтому в древности известно, что если строить свою жизнь по лунному календарю, посеешь по Луне, соберешь вдвойне. А если ты, например, стрижешь волосы в правильные дни, или там ногти и так далее, организм твой легче все это восстанавливает, и, так сказать, волосы и покровы делаются лучше. Тем не менее, официальная медицина, хотя и допускает влияние Луны на организм человека, однако считает его несущественным. Может быть, это и так. Но ведь официальная наука десятилетиями отрицала и воздействие Солнца на здоровье и психику людей. До начала прошлого века считалось, что Солнце посылает на Землю только тепло и свет. Однако в 1915 году русский ученый Александр Чижевский доказал обратное. Наблюдая за Солнцем, он заметил, рентгеновское излучение звезды, так называемые солнечные вспышки, всегда совпадают с периодами социальных потрясений на Земле. В 50-е годы трудами Чижевского заинтересовались немецкие ученые Рейнхольд Рейтер и Карл Вернер. Они проанализировали около 10 тысяч автокатастроф и установили. На второй день после каждой солнечной вспышки на Земле начинается резкий всплеск автокатастроф. Причем большинство из них со смертельным исходом. Кроме того, ученые отметили, что во время магнитных бурь, вызванных Солнцем, возрастает частота инфарктов и инсультов. Это уже не легенда, не предание. Там идет точный научный расчет, как в зависимости от Солнца, вспышки эпидемий, инфаркты, ну всевозможные болезни, как это влияет на урожай, на поведение животных, и в конце концов, и на политику. Если в начале 20 века данные о влиянии Солнца на людей вызывали в научном мире разве что насмешки, то спустя несколько десятилетий было научно доказано, от 50 до 70 процентов населения нашей планеты испытывают негативные воздействия магнитных бурь. Но самое удивительное, многие люди реагируют не на сами магнитные бурьи, которые случаются через несколько дней после активности нашей звезды, а за день или два до них, то есть в сам момент вспышки на Солнце. Ну, на нас все планеты, в принципе, влияют. Но не тонкие влияния, чем дальше планета находится, тем меньше ее влияния. А ближайшие к нам Солнце и Луна, естественно, это самые сильные влияния на нас. Если Солнце и Луна действительно влияют на жизнь и здоровье людей, то почему не могут влиять Сатурн, Венера, Уран и другие планеты? Может быть, правы астрологи, утверждая, что все небесные тела Солнечной системы воздействуют на жизнь на Земле? Может, и в самом деле по звездам можно определить судьбу людей и нашей цивилизации? Просто наука еще пока не достигла такого уровня, который позволил бы объяснить эти явления с помощью уравнений и формул. И, может быть, через пару сотен лет окажется, что астрология, которая насчитывает 40 тысяч лет, имеет под собой четкий научный фундамент. С другой стороны, понимаете, это же не все ученые не считают астрологию наукой. Считают это отдельно, так же, как и церковь. Допустим, не вся церковь негативно относится к астрологии. Это отдельные представители церкви. Поэтому здесь отношение к астрологии, я думаю, будет меняться, так же, как будет меняться и сама наука. Тем не менее, современные ученые не согласны, что когда-либо астрологии удастся выйти из тени и стать официальной наукой. Некоторые ученые настолько в этом уверены, что пытаются разоблачить астрологию, изучая гороскопы. Правда, попытки доказать всю несостоятельность гороскопов приводит к тому, что эти ученые констатируют, возможно, астрологические прогнозы это не выносит. Одним из таких гонителей астрологии был известный британский ученый Перси Сеймур. Будучи членом британского астрономического общества, Сеймур преподавал астрономию в Политехническом музее города Плимут, а в свободное время проверял астрологические гороскопы. Но в 1986 году Сеймур удивил весь научный мир, выпустив сенсационную книгу «Космический магнетизм». В ней ярый противник астрологии, по сути, признался в том, что был неправ и что гороскопы реально работают. Объясняя влияние планет на судьбы людей, Сеймур выдвинул поистине сенсационную гипотезу. Между небесными телами Солнечной системы существует невидимое взаимодействие. Оно основано на взаимоотношении их магнитных полей. Известно, что и наша Земля окружена мощным магнитным полем. Оно настолько велико, что в 20-30 раз превосходит диаметр Земли. Собственное магнитное поле имеет каждое небесное тело, звездная система и вся наша галактика. Оно распространяется на миллионы световых лет. И каждая планета, она источник не только электричества и магнетизма, она, естественно, источник других полей влияния на человека. И все их конфигурации, этих полей, они, ну, как бы сказать, что подобное, опять же, взаимодействует с подобным. То есть будет происходить взаимодействие. Там отрицательное, если то и здесь будет отрицательное. Там положительное, то и здесь положительное. И наоборот. Теория Сеймура в научном мире произвела эффект разорвавшейся бомбы. Многие ученые поверили в то, что планеты на самом деле на нас влияют. Астрономия невидимого. Когда должно учитываться различное скрытое от глаз влияние космоса на нашу планету. Это и инфракрасные лучи, и ультрафиолет, и магнитные поля. Все это нужно учитывать при составлении гороскопов. Сейчас ученые проверяют гипотезу Сеймура. Если она кажется верной, это перевернет представление об астрологии. И, может быть, астрономия и астрология, которые 300 лет назад разошлись, казалось, навсегда, вновь объединятся. А гороскопы и прогнозы на будущее человека и цивилизации станут очень точными. Несмотря на то, что теория Сеймура пока не доказана, астрологи уверяют, что они уже сегодня, без всяких математических формул и подсчетов, способны описать, каким будет наступившее тысячелетие. Судьбу планеты и цивилизации астрологи вычисляют с помощью Большого астрологического года, который длится 26 тысяч лет. Именно столько времени ось Земли проходит по всем 12 знакам зодиака. Дело в том, что кроме суточного вращения вокруг своей оси и годичного обращения вокруг Солнца движется и земная ось. Точнее, колеблется. Это похоже на колебание игрушечного волчка, который переваливается сбоку на бок. Эти колебательные движения оси Земли называют прецессией. Скорость ее очень мала. Земная ось перемещается на 1 градус за 60-75 лет. Астрологи считают, что колебания земной оси как бы передвигают нашу планету по зодиакальному кругу. В одном знаке зодиака планета находится примерно 1800 лет. Каждый такой период называется астрологической эпохой. Это прецессионный цикл. Это не какие-то выдумки. Это точка прецессии, которая постоянно движется. И полное ее движение по эклиптике составляет 25 тысяч лет. И каждые примерно 2 с лишним тысячи лет проходит один зодиакальный знак по эклиптике. Считается, что знак зодиака, в котором находится планета в данный момент, влияет на судьбу людей в течение почти двух тысяч лет. Полный зодиакальный круг наша планета проходит за 26 тысяч лет. Этот отрезок времени астрологи называют еще Великим Годом. Например, когда 6 тысяч лет назад ось Земли переместилась в знак Тельца, наступил расцвет египетской цивилизации. Затем, в 1800 году до н.э. земная ось перенесла нас в эпоху Овна. Знак решительный, активный. И в самом деле это была эра завоеваний огромных территорий. Персы, древние греки, римляне возникали и разрушались огромные империи. А вот последние 2000 лет человечество жило в эпохе рыб. В глобальном космическом смысле. Это, конечно, была эпоха, связанная с тайнами, недомовками. Вы знаете, расцвет культуры. Вот эта культура, мировая культура, итальянская культура, это все, что связано с искусством, это рыба, это искусство. Астрологи говорят, мы живем в удивительное время глобального перехода из эпохи рыб в эпоху водолея. Поскольку речь идет о больших интервалах времени, трудно определить начало новой эпохи с точностью до года. Но некоторые исследователи считают, переход из одной эры в другую случится в 2015 году. Возможно, именно об этом и рассказывают картинки манускрипта Войнича. Сейчас разрушается все то, что было накоплено в эпоху рыб. Отсюда участившиеся природные и техногенные катастрофы. В каждой эпохе есть лидирующий этнос. В новую эпоху водолея на это с точки зрения астрологов претендует несколько стран. В астрологии под влиянием водолея находятся Канада, Швеция, Аргентина и Россия. Многие исследователи считают, что именно наша страна максимально соответствует символу водолея и способна вывести нашу цивилизацию на качественно новый уровень. К такому выводу пришла и Джейн Диксон, знаменитый американский астролог 20 века. Вы видите уникальные кадры хроники. На них изображена одна из самых влиятельных женщин прошлого века в США. Астролог и ясновидящая Джейн Диксон. Она предсказывала будущее для трех президентов. Рузвельта, Кеннеди и Рейгана. Причем во времена Рейгана она официально числилась в штате Белого дома. И являлась личным астрологом президента. В мае 1956 года американские газеты опубликовали прогноз малоизвестного астролога. В нем говорилось, что на президентских выборах 1960 года в США победит молодой голубоглазый мужчина, который очень скоро будет убит. Как выяснилось позже, речь шла о Кеннеди. Ну, конкретно Кеннеди у него был фатальный гороскоп. Он должен был погибнуть. И вы знаете историю, что в Америке каждый второй президент подвергается опасности. А есть гороскоп. Это для любых объектов. Причем как человека, так и самолет можно гороскоп составить. Государство можно гороскоп составить. Потом сделать совместимость гороскопа государства, гороскопа президента. Если гороскоп президента будет, например, дисгармоничен, то тогда он может, как говорится, быть на него покушение и так далее. Такие последствия. Позднее Диксон удалось предсказать многие известные события 20 века. Землетрясение 1964 года на Аляске, посадку космического аппарата СССР на Луну, снос Берлинской стены, покушение на Папу Римского. Некоторых известных людей астролог лично оповещала о возможном будущем. Так Диксон предупредила индийского премьер-министра Ганди о предстоящем убийстве, назвав точную дату. Предсказала гибель актриса Мерлин Монро и Кэрол Ломбард. Актеру Рональду Рейгану астролог предсказала, что он станет президентом США. Тот поверил астрологу. И на протяжении своего президентства не раз прибегал к советам Джейн Диксон. Астрология – моя миссия, мое призвание. Джейн Диксон скончалась 25 января 1997 года. Но перед смертью успела сделать предсказание о будущем России. По мнению астролога, у нашей страны очень интересное и светлое будущее. Именно русские положат начало новому устройству мира. Уже через 10 лет Россия по качеству жизни перегонит Америку и Европу, достигнув такого высокого уровня развития, которого нет сейчас и даже к тому времени не будет ни у одного, даже самого развитого государства в мире. Потом за Россией потянутся все остальные страны. Прежний западный путь развития земной цивилизации очень скоро заменит новый российский путь. Если верить Джейн Диксон, впереди у России и человечества радужные перспективы. Некоторые астрологи уверены, что именно об этом написано в средневековом манускрипте Войнича, который человечеству еще предстоит разговаривать. Редактор субтитров А.Семкин